До первой игры сборной России по хоккею на Олимпийском льду остаются часы. Самое пристальное внимание команде Беллильдинова уделяют журналисты, специалисты из разных стран. Своё мнение высказывают эксперты. Свой профессионал есть и у нас. Прославленный нападающий Ярославского локомотива, Олимпийский чемпион 1992 года в составе сборной СНГ Андрей Коваленко поделился своими ожиданиями от турнира. Я как спортсмен скажу, что раз тренер решил, что это оптимальный состав, раз он решил, что это лучшие игроки на сегодняшний день, значит так оно и есть. Потому что в конце концов им вместе отвечать за результат, и тем, кто выходит на лед, и тем, кто руководит на лавочке и в раздевалке. Главными фаворитами соревнования помимо красной машины называют американцев и родоначальников хоккея канадцев. Однако к этому списку Коваленко прибавляет финнов, шведов, чехов и сборную Словакии. Семь команд. Ну, навряд ли кто-то стрельнет. Как швейцарцы, да, на чемпионате мира и дойдут до пьедестала. Вот, все-таки Олимпийские игры немножко другой уровень. Поэтому я считаю, что вот из этих семь команд займут первые кто-то четыре места. Хотя в жизни все бывает. Вспомните сборную Белоруссию, когда она обыграла шведов. Также Андрей Коваленко поделился мнением по поводу молодых игроков сборной, нападающих Владимира Тарасенко и, как сегодня стало известно, не попавшего в состав на первую игру против славянцев Валерия Нечушкина. Конечно, это есть аванс, да, давайте не будем так категорично, неправильно я выразился. Это говорит о том, что это ребята очень перспективные, это ребята очень талантливые. Не зря они привлекались уже в сборную, участвовали и на евроэтапах, и участвовали в товарищеских играх. То есть это будущее, скажем так, нашей Олимпийской сборной может быть на следующий цикл. Так или иначе, по признанию мастера прогноз, дело неблагодарное. Все ожидания подтвердит или развеет только игра. Захар Акубов, Денис Ромашов, День в событиях.